Всем привет! Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных ошибках, которые допускают в тренировках по развитию гибкости. В основном это будет касаться растяжки на шпагат. Итак, первое положение это наклоны сидя. Неправильное выполнение. Это когда мы округляем спину, тянемся грудью вперед, напрягая мышцы спины. Таз у нас завален назад, колени согнуты. Таким образом мы начинаем растягивать не заднюю поверхность бедра, а спину. Правильный вариант. Ровная спина, подтянутый живот, опущенные ребра, втянутые колени, и скручивание происходит в тазобедренных суставах. Только тогда мы будем растягивать заднюю поверхность бедра. Если же вам тяжело даже пока сидеть в этом положении, тогда начните с наклонов стоя. Следующее упражнение. Положение лягушка. Неправильное выполнение. Это когда таз завален назад, круглая спина. И мы начинаем наклоняться вперед, скручиваясь в спине. Правильный вариант. Ровная спина, подтянутый живот, опущенные ребра, скручивание происходит в тазобедренных суставах. Мы сидим на седалищных косточках, макушкой тянемся вверх. И только с ровной спиной начинаем наклоняться вперед, надавливая локтями на свои ноги. Наклоны с одной согнутой ногой и с одной прямой. Неправильный вариант. Это всем известная поза барьериста, когда одна нога согнута назад. В таком случае происходит лишняя нагрузка на коленный сустав. Поэтому лучше согните ногу вперед перед собой и только тогда выполняйте наклоны. Также следите за тем, чтобы спина была абсолютно ровной, живот подтянутый, ребра опущены. Макушка тянется в противоположную сторону от копчика. Скручивание в тазобедренных суставах. Затяжка одной ноги на себя в положении лежа на спине. Неправильный вариант. Это когда мы затягиваем на себя согнутую ногу. В таком случае у нас практически ничего не растягивается. Кроме того, мы начинаем отрывать таз от пола. Когда мы выпрямляем одну ногу и вторую ногу, то у нас получаются обе ноги согнутые, недотянутые. Это еще хуже. Не нужно спешить. Лучше начать с малого. Правильный вариант. Одна нога согнутая, одна прямая. Это более легкий вариант. Колено должно быть абсолютно втянуто. Носок тяните либо на себя, либо от себя. И начинайте тянуть ногу медленными динамическими движениями на себя. Чем выше вы беретесь, чем ближе к пятке, тем сложнее. Если вы возьметесь под коленом, будет легче. Если вы не можете дотянуться руками, чтобы затянуть на себя прямую ногу, не отрывая таз от пола, тогда возьмите резинку или ремень. Растяжка внутренней поверхности бедра, лежа на спине. Неправильный вариант. Это когда мы начинаем тянуть ноги на себя, не до конца выпрямленные в коленях. И кроме того, таз начинает отрываться от пола, скручиваться. То есть мы растягиваем не заднюю поверхность и не внутреннюю поверхность бедер, а начинаем спину тянуть, создавая там лишнюю компрессию. Правильный вариант. Ноги разместите под углом 90 градусов к корпусу. Только тогда начинайте растягиваться медленными динамическими движениями. Колени должны быть абсолютно втянутыми. Также можно давать ноги на себя, тянуться больше в складку, но тогда таз должен быть прижат к полу, плотно прижат к полу. Положение лягушки, стоя на коленях. Здесь ошибкой являются сведенные стопы, потому что в таком положении наш коленный сустав находится не в безопасности. Поэтому положите ваши голени параллельно друг к другу и только тогда растягивайтесь, не меняя плоскость. Будьте осторожны со спиной в этом положении. Если есть неприятные ощущения, то избегайте выполнения этого упражнения. Положение, стоя на одном колене. Неправильный вариант. Развернутый таз, голень завернутая внутрь. Также острый угол в колене передней ноги. Правильный вариант. Бедра смотрят четко вперед. В колене передней ноги угол 90 градусов. Ноги находятся параллельно друг к другу на расстоянии дозабедренных суставов. Голень задней ноги четко смотрит назад. Колено в пол, пятка вверх. И только тогда, когда мы выстроили положение корпуса, мы можем поднимать руки вверх, еще больше проваливаясь тазом вниз. Растяжка задней поверхности бедра. Неправильный вариант. Острый угол в колене задней ноги, когда мы тазом почти садимся на пятку. Согнутая передняя нога. Недотянутая, когда мы перестаем просто тянуть заднюю поверхность бедра. Круглая спина в наклоне вперед. Правильный вариант. Впереди нога абсолютно прямая. Бедра развернуты четко вперед. Голень задней ноги смотрит четко назад. В колене задней ноги угол 90 градусов. Мы наклоняемся вперед только с ровной спиной. Растяжка на шпагат. Неправильный вариант. Таз завален в сторону. Таким образом, нам кажется, как будто бы мы становимся ниже к полу. И ощущение близости шпагата вселяет в нас какую-то радость и уверенность. И хочется веселиться. Но на самом деле все не так. Мы растягиваем не совсем те мышечные волокна, которые действительно помогут нам сесть на шпагат. И потом вернуться в правильное положение вдвойне сложнее. Итак, правильный вариант. Бедра должны быть направлены четко вперед. Ваши тазобедренные косточки смотрят четко по направлению передней ноги. Колено передней ноги должно быть абсолютно втянутым. Голень задней ноги смотрит четко назад. Колено в пол, пятка вверх. Спина ровная. Стараемся медленно наклоняться к ноге и подниматься вверх. Таким образом мы постепенно будем продвигаться на шпагат. Положение наклоны стоя. Неправильный вариант. Это когда мы наклоняемся, заваливая опору на пятки, уводя таз назад и округляя спину. Кроме того, еще бывает ошибка, когда сгибаются колени. В таком случае мы тянем спину, а не заднюю поверхность бедра. Кроме того, избегайте резких движений. Правильный вариант. Это абсолютно ровные ноги, опора больше на переднюю часть стопы. Наклон выполняем с ровной спиной, опираясь на бедра. И когда мы уже можем опуститься ниже, только тогда можно опускать руки вниз. Скручивание происходит в тазобедренном суставе, а не в спине. Разминка. Неправильное выполнение разминки. Это когда мы начинаем ее выполнять очень резкими и динамическими движениями. Ни в коем случае нельзя начинать разогрев с резких движений. Ведь можно очень легко себе навредить. Особенно выполняя скручивания, это очень опасно для позвоночника. Также какие-то резкие вращения руками, шеей, головой, резкие наклоны. Всего этого стоит избегать на разминке. Правильное выполнение разминки. Это суставная гимнастика. Легкие вращения в суставах. Начинаем от более мелких и более крупным переходим. Махи и другие резкие движения. Неправильный вариант. Выполняя махи, нам кажется, что мы быстрее сядем на шпагат. Да и очень много всякой теории и в книгах, и в интернете о том, что баллистическая растяжка, то есть маховая растяжка, она вообще самая-самая лучшая и самая эффективная. Но мало кто знает о том, что она самая опасная растяжка. Поэтому, выполняя ее, вы должны очень четко контролировать положение своего корпуса. Ни в коем случае нельзя выполнять резкие движения, задействуя при этом корпус. Правильное выполнение. Уже подтянутый живот. Выстроите исходное положение. Опустите лопатки, опустите плечи, макушка, тянитесь в противоположную сторону от стоп. Зафиксируйте свое положение. И только тогда начинайте подъем ног. Не начинайте сразу с махов. Начинайте с малого. Поднимайте ногу за счет силы своих мышц. И медленно опускайте вниз. И только когда вы очень хорошо разогреты и уже близки к шпагату, вы можете перейти к махам. Ну что ж, мы поговорили об основных ошибках, которые допускают в тренировках при развитии гибкости и растяжке на шпагат. И если у вас еще есть вопросы по поводу выполнения каких-либо упражнений, то пишите нам в комментариях. Мы обязательно снимем еще видео по этой теме. Всем спасибо большое. Хорошего всем настроения. Отличного дня. Счастливо.